ничем не пахнет привет друзья и добро пожаловать на мой youtube канал сегодня будет распаковка по ссылке друзья семьи моего мужа живут в большом доме на протяжении 120 лет этот дом принадлежал только этой семье и эта семья на протяжении этих лет ничего не выкидывала и не продавала и решила эта семья сделать мне подарок прислала мне вот эту посылку то вы думаете хлам здесь или есть что-то дельное посмотрим так ну я не знаю какой категории отнести эту сахарницу от граф он хенненберг но это время гдр и никакой ценности она не имеет так что можно мне наверное ее было подарить почтальон эту коробку ели дотащил до нас ну-ка 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 вот это уже что-то интересное а это интересно со сколом и скол это видимо свеженький это гибруда шанау очень-очень старая мануфактура и этому чайнику я думаю уже сто лет ручная роспись написано о господи крышка смотрите отбитая совершенно кусок вырванный я представляю что там дальше в коробке творится очень жалко я думаю что это был какой-то сервис очень красивый и это действительно редкая вещь но к сожалению таком состоянии друзья мне кажется что эти вещи были отправлены и потому что их было жалко выкинуть и видимо должна выкинуть их я отмыт и почищен и сфотографирован с лучшей его стороны это маленькая легенькая и непонятная а это подставка под тарелку слушайте но она как это странная ой это она должна быть вот такая там что-то звякнула в газетке это сломанная подставка чем дальше тем страшнее о поля я думаю что это все разбито доставкой ну-ка где тут пимпочка пимпочки нет но зато есть кусок кусок видимо от этого кофейника подведут помните да как дырочка по правом боку но это кого кстати думаю вы со мной согласитесь упаковать можно было бы и получше друзья я сейчас все им прощу и плохую упаковку и разбитую каву это august rap silver и этому молочнику лет сто тридцать если не больше смотрите какая прелесть и я никаких не сколов не трещин пока не вижу и эта ручка с черным цветом и золото в виде бамбука правда золото есть немного сход но это не страшно фотография на память от страшно красивого теперь я смотрю в эту коробочку очень оптимистично юган стиль сахарница и это херман кома бальденбург сегодня это польша бальденбург был центром парфоровой промышленности оба кто-то хранил заварку в этой сахарницы и похоже на там окаменело уже а здесь трещина очень жалко очень очень жалко и к эта крышка странно смотрите она совершенно не подходит к этой сахарницы стиль 70-х годов и она даже маленькая смотрите она бренчи она не ложится там эхо я уже обрадовалась что такая вещичка попалась мне руки от херман оме и деле эта мануфактуры очень ценится потому что она просуществовала недолго всего лишь 1881 по 1930 год и это фарфор высочайшего качества интересно где-то сахарница у них там стояла довели ее до ручки ну ладно в чужой шапке но не без шапки же ходить не май месяц какая-то огромная кружка ой что это такое у это фильтр кофейный фарфоровый очень старый впервые такое вижу видела очень много фарфоровых фильтров но они здесь внизу плоские а этот конусообразный клейма никакого нет но зато есть смотрите какой цветочный узор красивые массинские букеты но это деколь и я думаю что это редкость ручка колечком с пимбочкой и радует что он прекрасном состоянии с такой красотой я еще больше за кофе маню какой-то кубок ах это опять сахарница но она без клейма но зато у нее родная крышка и это сразу видно по цветочному декору он соответствует декору на самой сахарнице очень нежный в розово-серых и весенне зеленых тонах и пимпочка в том же стиле что и ручки в тесте стоит номер и это все юген стиль и этой сахарнице очень много лет родилась она примерно в конце 19 в начале 90 века ты произвел эту красоту история умалчивает очень чистенькая и прекрасном состоянии это радует а здесь я вспомнила одну прекрасную японскую традицию любование цветами здесь что-то тяжеленькое и все замотано перемотано это опять же сахарница видите сахар даже есть остатки причем я думаю что эта сахарница она без крышки это очень часто встречается в старых набор вот и молочник очень симпатичный декор в розочку и даже желтенькая розочка есть похож немножко на английскую посуду и поднос вообще посуда тяжеленькая и без клемма даже никакого номера нет ни строчки не полстрочки затрудняю сказать чего это производство потому что как уже сказала тяжеленькая посуда но в хорошем состоянии и я думаю что сюда к этому набору можно подобрать какие-нибудь чашки или английские их очень много в интернете можно купить или вообще какие-то другие чашки мне очень нравится этот рельеф похож на гофре если так можно его назвать до мелкие внизу молочника и расширяется к верхнему краю его очень похож на английскую посуду правда же и сохранится такая же очень симпатичная огромна целый без трещин и сколов их можно назвать чисто английская парочка и это опять сохранится точно так я и знала но посмотрите какая хорошенькая это егерь город айсенберг производства гдр и это настоящий кобальт декор этот называется индийский синий или соломенный рисунок про этот декор я ничего еще не рассказывала скопировать нет чтобы вдохновиться образцами импорта из китая и японии а так как 18 веке люди все усвоения осведомленности называли весь восток вместе с китаем и японии и и этот мотив росписи и прозвали индийский он был не так популярен как цвебельмонстр но пользовался большим спросом чем остальные синие узоры круги цветочки и завиточки рожденные борьбе конкурентов я уже боюсь что там брякает извините вытянула называется заварочный чайничек без клема и скол смотрите на самом интересном месте и что мне с этим делать или это при доставке случилось или это так и было очень интересно мне но симпатичный чайник дута форма и короткий забавный носик декор из осенних цветочков листочков где-то я такой чайничек уже видела в одной лавке старевщика точно что же я могу хорошего сделать для этого чайника это какой-то тазик еле его вытянула так будем его раздевать как лук надеюсь мне не придется плакать ох вот это классная вещь тюренья или супница ну как кто здесь был кто-то был и что-то даже написал но ничего не понятно проспись мастера или это специальные пометки вот кто бы знал о как же между супницу держать это опять же юган стиль и мне интересно если где-то крышка и вообще она существует в природе или нет или это самостоятельная такая тюренья без крышки и мне очень нравятся эти цветы сочетание голубого и коричневого а эти ручки очень необычной формы и мне на первый взгляд я бы подумал что это щупальцы какой-то морской твари мне интересно бы на крышку еще взглянуть это нам на память от ласкового и нежного зверя тема коробки это не ясно сахарница молочники и чайники и опять же мы смотрите опять же скол огромный это сахарница от подарочного сервиза который дарился на годовщину серебряной свадьбы на нем так и написано в принципе сахарница в хорошем состоянии если бы не крышка потрепанная вещичка это из тех же времен югин стиля это конец 19 начала 20 века это никакая не супер-пупер монофактура клема десне и такие вообще вещи не очень приценится даже от известных монофактур когда на то наверное было очень это популярно и модно попадается мне такая вещь во второй раз и в обоих случаях в плачевном состоянии нисколько не удивлюсь опять же сахарница и вроде бы в хорошем состоянии и крышка хорошем состоянии трещину вижу крышка вроде бы родная не знаю я уже затрудняюсь сказать я не уверена клемо очень плохо видно и поэтому я не буду утверждать что это кёниг сельд тот же самый орел со скипром вроде бы как как и на молочнике с черной ручкой и под ним вроде бы как написано силезия если это так то это сахарница чуть чуть постарше чем тот молочник с черной ручкой она жива хотя изрядно поранена кстати еще несколько слов об этих друзьях моего мужа мы гостили у них два года назад он видите пирамутр пошел так настоящий пирамутр ой какая красота так вот этот дом у них действительно похож на дом плюшкина набит он вещами от подвала до чердака и я мечтаю когда-нибудь там рыться по дому ходишь по узким коридорчиком вот делайте выводы и вот подарки они мне такие прислали прекрасная считаю сахарница очень симпатично это кала 60 70-е годы в прекрасном состоянии кстати это от того кофейника у которого дырочка в правом боку теперь он может свистеть мне очень нравится эта идея чередование пирамутра и белого фарфора на фоне глянца полоска белого фарфора кажется матовой с ностальгическим приветом из времен гдр что-то квадратное и я сейчас всех тут добью что-то вывалилась это молочник очень интересный таких я еще не видела вернее видела но в руках держу впервые такое чудо симпатично так сюда приложить а то я сейчас буду нет я все-таки посмотрю не сломалась нигде чего ой какой молочник вам декор ничего не напоминает это же античные колонны какого-то здания бремя или в греции и сама форма у этого малыша как у колонны удивительно эти два молочника очень похожи по форме но по декору абсолютно разные декор большого напоминает мне из разцы со старой облицовочной плитки а маленький это какой-то пак с античными колоннами на входе и знаете что еще интересно другая сторона этого молочника она абсолютно без декора такое тоже вижу впервые видимо молочник должен украшать какую-то полочку стороной без декора он стоит к стене ее же все равно никто не видит а другой декором радует нас или это для чего-то другого кто знает поделитесь оба этих молочника выполнены в совершенно другом стиле это арт-деко углы прямые и острые и конец ой какой он грязненький и конечно же эти колонны мне они не дают покоя сейчас кто-то скажет что вцепилась в эти молочники и не можешь расстаться с ними но это так друзья уж очень они мне понравились и этот молочник тоже только с одной стороны декорированы а другой стороны он совершенно белый все-таки мне очень интересно почему это так они оба без клейма и только какие-то номера стоят в тесте так и хочется воскликнуть двое из ларца не знаю за что здесь взяться эта коробка так плотно набита фарфором что я боюсь потянуть и что-то сломать это действительно безответственно так упаковывать у меня сердце в пятки уходит посмотрите как все просто сахарница и крышка вместе завернутый без всяких дополнительных упаковочных материалов клеймо кар крестер это начало прошлого века и номерочек какой-то стоит наверное телефон чей-то интересный и очень необычный декор это кувшинки и очень тонкий растительный рельеф уж очень он похож на сан-суси сервиз а вот ты испалился кар крестер дорогой а что же у нас с крышечкой не знаю родная она здесь или нет я думаю что это пимпочка она должна быть похожа на форму ручек и поэтому я не уверена от этой лесахарницы она или нет и что-то она не держится смотрите ой господи опять все странно как-то я почти уверена что друзья моего мужа ничего не знают об этих вещах где-то они у них хранились на чердаке или в подвале надо кстати позвонить поблагодарить за такое чудо но очень же интересно правда же а еще посмотрите какие ручки у этой сахарницы они в виде бамбука это сахарница как картинка замок пруд саду и благородный рельеф я очень сомневаюсь что здесь крышка родная но она ей к лицу ой-ой-ой боюсь не могу хватиться и тем более что-то выкинуть ну вот похоже какая-то чашечка есть была по крайней мере была да сплыла очень жалко не выдержала дальной дороги ко мне была это очень симпатичная чашечка видимо для молока или какао клеймо тюрингер порцелан мануфактур ранис джомани тонкий костяной фарфор никогда о такой мануфактуре не слышала ну что же делаем паузу друзья и я пойду искать информацию